Сегодня прошел стол круглый под названием «Социальная ответственность киноиндустрии». Основная тема или проблема, я собрал людей, которые создали хорошие фильмы, как детского, семейного кино, так и просто кино для взрослых. Многие фильмы получили огромное количество призов на кинофестивале, и продюсеры кинокомпании сегодня на грани разорения. Такое быть, в принципе, в нормальном обществе не может. То есть люди свои финансы затратили, душевную, духовную энергию, время. Сегодня фильм получил всероссийское признание, а люди не знают, как свести концы с концами. Это и Наталья Сергеевна Бондарчук с фильмом «Тайной снежной королевы», это и Елена Гликан с фильмом «Коробка», это и мультсериал «Защитники». Огромное количество уже признанных фильмов, причем признанных не кем-то, а жюри, кинофестивалями. Огромное количество призов, а кинокомпании терпят бедствие. Поэтому сегодняшний круглый стол, он призван заострить эту проблему, тем более год заканчивается, год кино, даются деньги на кинофильмы, фильмы создаются, причем неплохие, а у них нет проката. В прокате они терпят реально крах, потому что 90% сегодняшнего фильма в прокате – это фильмы западные. Хотелось бы, чтобы потихонечку правительство начало ситуацию исправлять, пусть не сразу, пусть это будет 15, 20, 25, 30%. То есть постепенное увеличение доли российского кино в прокате, как это сделано в Китае, во Франции, в Америке, потому что это не просто шоу-индустрия, это не индустрия аттракционов, это серьезнейшее оружие не массового поражения, а массового возрождения. И я думаю, это начнут понимать в скором времени власть имущие, чиновники, потому что у нас было сегодня порядка четырех депутатов Госдумы, все приняли наше положение, и сейчас нужно искать меры поддержки. В общем, можно найти нефинансовые меры поддержки отечественного кино, например, обложить специальным налогом, как пошинами, все ввозное импортное кино. Это то же самое, что мы сделали в отечественной автоиндустрии, и поэтому сегодня у нас и Автоваз, и ГАЗ, и Газель, и КАМАЗ, все эти автоконцерны работают и приносят прибыль. Я хотел бы, чтобы российское кино тоже приносило прибыль, причем хорошее кино о детях, для детей. И в этом я вижу фундамент возрождения нашей нации. Спасибо.